Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет и продолжаем вместе с вами читать Евангелие от Матфея и с Божьей помощью комментируем его. Сегодня у нас 13 глава. Это глава, в которой мы знакомимся со многими притчами, рассказанными Господом Иисусом Христом. Ну, конечно, эти притчи, я думаю, в основном всем известны, но если мы не будем их читать, перечитывать, то мы потихоньку, во-первых, их забудем, да, и ум наш будет переключаться на какие-то посторонние вещи, а когда мы вновь и вновь обращаемся к Священному Писанию, то это вот как вот вода, которая, вот как Святой Отец один говорил, его спрашивает ученик, зачем постоянно читать Евангелие? Он говорит, вот, я же говорю, ну, прочитал, забыл, прочитал, забыл. Он говорит, ну, ты вот наливай воду в сосуд, налей выли, вот еще раз налей выли, и посмотри, говорит, какой чистый у тебя сосуд. Даже если что-то ты забываешь, что-то уходит со временем, но когда постоянно ты читаешь, то ты очищаешь свою душу Словом Божиим, и поэтому, чем чаще мы соприкасаемся со Словом Господа Иисуса Христа, тем чище будут наши души. И вот, братья и сестры, читаем. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Мы видим, что Господа везде сопровождает люди. А почему так? Потому что вот как солнце не может не греть, так и Господь, Он не может не делиться теплом своим, сердечным теплом, теплом благодати своей божественной. И люди, чувствуя это тепло, тянутся к Спасителю, и Господь делится и Словом своим, учением, что, собственно, и составляет содержание Евангелия. И вот он садится в лодку, а народ на берегу. А почему так? Почему он не остается на берегу? Ну, во-первых, люди теснили его, да, если бы он оставался на берегу, то они могли чисто по-человечески просто вот его вытеснить вообще в воду. А тут он немножко как бы отделяется, потому что он в лодке, да, а люди на берегу расположены. И во-вторых, есть вот такой акустический эффект, что когда человек с лодки говорит, то голос отражается от воды и дальше разносится. А то есть такой эффект усиления звука. И больше людей могли услышать Господа. Читаем дальше. «И поучал их много притчами, говоря». А притча – это что такое? Это краткое такое, насыщенное образами повествование, которое легко запоминалось. Потому что это образы, взятые из окружающей природы, из жизни земледельцев, из того, что наблюдали люди. И вот эта притча, она своего рода и загадка, да, и такое поучительное повествование. И люди с огромным вниманием слушали эти притчи. Послушаем и мы. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит». Вообще, вот, конечно, эта притча, она чуть дальше в этой же главе получает свое объяснение, то есть Господь ее объясняет, поэтому мы скажем только, предложим некоторые комментарии. Что мы тут видим? Что сеятель, ну понятно, что речь идет о самом Христе. И он сеет слово евангельского благовестия. А почва разного качества – это люди, по-разному воспринимающие слово. Но что удивительно, что Господь, он настолько милосердствует, что он старается ко всем обращать свое слово. Вот обычно все-таки сеятели, они не сеяли где попало, да, то есть они сеяли только там, где они ожидали, что будет принесен урожай. Они не пытались сеять на каменистую почву или при дороге. Но дело в том, что, во-первых, у Бога все в изобилии. Поэтому Господь пытается призвать и тех, кто кажется безнадежным. И поэтому Господь сеет там, где кажется, что не произойдет никакой-то плод. И вот читаем, как по-разному люди воспринимают, да, что при дороге, то есть там, ну где понятно, что не может укорениться, это люди, которые слишком, ну что-то вот услышали они о церкви, о Христе, и в одно ухо влетело, в другое вылетело, и все. Это вот те семена, которые при дороге налетели птицы, поклевали то, иное на места каменистые, где немного земли, но зато там быстро всходят. Это люди легко увлекающиеся, которые загораются, вот сейчас я пойду в церковь, там достигну совершенства, да, стану святым, чудеса буду творить. Ну, некоторые вот именно так тоже приходили в церковь, они думали, что обретут какие-то экстрасенсорные способности, а потом вдруг оказывается, что все намного глубже, намного серьезнее, и вскрываются твои собственные недостатки, ты сталкиваешься с недостатками других верующих, и потом очень быстро такие люди остывают, земля у них не глубока, земля сердца, вот, то есть скоро всходит, но потом, как только появляется солнце, увядает этот росток и засыхает. Иной падает в терния, терния заглушает его, это понятно, это те вот заботы века сего, то есть люди вроде бы пришли в церковь, и они знают, для чего это нужно, но потом появляется слишком много всяких забот, нужно и то сделать, и это сделать, и человек растворяется в мирских пожеланиях, и в итоге терния, оно заглушает колос. И только вот четвертая категория иною упала на добрую землю и принесла плод. Но и здесь тоже по-разному, что одно во 100 крат, другое в 60, иной же в 30, потому что есть, мы знаем, что, да, есть, значит, монахи и миряне, есть, значит, священнослужители, и все по-разному, и среди священнослужителей тоже, одни там в 30, другие в 60, третий там в 100, каждый в меру свою. Но каждый, каждый призывается Господом. И, может быть, единственное здесь я сейчас добавлю, просто эту притчу сам Господь объясняет, что на самом деле, когда мы видим, что человек где-то вот не откликнулся, или показалось нам, что человек, он не так вот себя повел, что вот он верующий, а должен был, значит, проявить себя более милосердным, уступчивым в общении с нами. И мы начинаем обижаться на него, но мы не понимаем, что он хотя бы в чем-то откликнулся на Божий призыв, то есть Господь всех призывает. И каждый откликается в свою меру. Поэтому, а мера, она у каждого своя. И хотя бы вот в чем-то он служит Господу, хотя бы в чем-то он кому-то полезен, и уже, слава Богу, отребовать от него какого-то совершенства напрасно, потому что и сами мы далеко не во сто крат приносим плод. «Кто имеет уши слышать, дослышит». И, приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и преумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Конечно, немножко тоже сами эти слова – это тоже уже приточные такие рассуждения, которые надо понимать. Но Спаситель о чем говорит? О том, что, конечно, народ еще не очень понимает учение евангельское, но хотя бы запомнит сами притчи. А со временем, когда они станут такими же учениками, как и апостолы, а в чем отличие между апостолами и теми, которые еще слушают, они тоже с радостью люди, но еще не совсем ученики, а в том, что апостолы, как они сказали, «Господи, вот мы оставили все и последовали за тобой». Вот мы оставили все и последовали за тобой. А те люди, они кто-то слышит из любопытства, да, кто-то хочет получить исцеление, но еще не очень может потянуть и не собирается исполнять евангельские заповеди. Да, то есть они еще немножко внешние люди, но со временем они станут, многие из них станут такими же, как апостолы, тоже оставят все и последуют за Христом, оставят все, оставят ценности этого мира, обманчивая ценности, и для них на первом месте будут заповеди Христовы. «Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится». А это о чем говорится? Это говорится о усердии. У кого есть усердие, тому дано будет понимание Евангелия и приумножится. А кто не имеет усердия, у того отнимется и то, что имеет. Это вы знаете, когда, допустим, кто-то ходит в учебное заведение, ему легко что-то, например, дается, и он уже не проявляет усердия, вот что-то он запомнил и уже не читает. И получится так, выйдет, что, понимаете, если нет постоянного усердия к науке, то будет забываться и то, что раньше запомнил. Оно будет оскудевать, вот куда-то уходить на задворки памяти. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ну, о чем тут речь, немножко такие вот из пророка Исаия, немножко пессимистичные такие вот рассуждения Исаия, но все-таки не напрасно их Господь приводит. А действительно, есть такие люди, ну не то, что есть, а бывает состояние человека, когда он, видя, не видит, и слыша, не слышит, и не разумеет. Человек, например, идет мимо храма, видит храм и не понимает. Он думает, что это место торговли, что там, значит, какие-то вот ритуалы непонятные, что это все отсталое суеверие, и не понимает, что здесь вот небо явлено на земле, и что многие люди, зайдя в храм, они освободились от такого груза, который тяготил, вот как камень, как валун, который лежал на плечах, и к земле, и даже к преисподней увлекал. Но через таинство исповеди освободились. И вот эту свободу верующий церковный человек, он уже не променяет ни на что в этом мире. Вот или какие-то миллионы, да, или свобода от греха. Лучше свобода. А миллионы, чтобы потом, значит, в петлю полезть? Нет, это нам не надо. Но многие не видят этого, и воспринимают через свои какие-то стереотипы, свои ложные трафареты, как бы искаженное зрение. Да. Поэтому и сбывается на них слово пророка Исаия, слухом услышите, не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите. А почему? Потому что огрубело сердце людей сих. Поэтому и ушами с трудом слышит, и глаза свои сомкнули, да не увидит и так далее. И вот поэтому иногда Господь попускает скорби, которые вот как молот, который разбивает камень. Если сердце как камень, да, то камень, каменную коросту, ее можно разбить молотом. И таковы жизненные скорби, трудности, попускаемые людям. И тогда вдруг все по-другому. Гордыня уходит, сердце оживает, короста вот это отпадает, и человек вдруг новыми глазами смотрит на храм, на священников, на веру Христову, на Евангелие, и оживает. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Вот эти слова иногда бывают полезны, когда идет, допустим, с протестантами, полемика о иконопочитании. И надо вот знать очень много цитат священного писания, потому что вот они и любят говорить, что ну вот как же, разве мы можем там увидеть Бога? Ну, Бог, да, Бога невозможно увидеть, потому что Бога не видел никто никогда, ибо сущность Божия и божественная природа, она неизобразима, так как она вне нашего материального мира. Она не имеет божественной природы очертаний, она не имеет веса, да, каких-то категорий земных, размера там и так далее. Она выше времени, выше материи, но Бог, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, говорит апостол Павел. Показал себя ангелом, значит, да, проповедан народом, ну и дальше там, как апостол писал. То есть Бог, воплотившись, Он принимает человеческое естество, которое зримо имеет определенные очертания. Вот если бы во время земной жизни Христа были фотоаппараты, то, конечно же, Спасителя можно было сфотографировать, но тогда не было фотоаппаратов, а можно было нарисовать. И мы знаем, что нерукотворный образ, ну и Туринская плащаница, конечно, как образ нерукотворный тоже, кстати, запечатленный. И первые иконографические, вначале это в катакомбах, первая живопись христианская, и потом далее и далее, была и аллегорическая, потом более конкретная. Так вот, Спаситель говорит, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышать и не слышали, а что не могли видеть ветхозаветные пророки и праведники, хотя и хотели. Воплощенного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, когда Господь Бог воплотился, увидели именно 12 апостолов, ученики Христова, а ветхозаветные праведники, они при жизни своей, своими телесными очами, не увидели Бога воплощенного, а теперь апостолы увидели, ваши же блаженные очи, что видят, и уши, что слышат, ибо вы видите Бога воплотившегося, и слышите Его Слово. Это же уже был чувственный звук Слова в материальном мире. Так что вот эти слова, они тоже могут пригодиться, эти цитаты из Священного Писания, в полемике с протестантами о иконографии. Вы же выслушаете значение притча сеятеля. И вот Господь дает объяснение. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен». То есть непостоянство, вот эта черта. Я вам хочу сказать, что это действительно здесь скрывается один из наших недугов, непостоянство. Мы все проникаемся какими-то впечатлениями, бывает, загораемся душой, но сохранить постоянство, постоянство в чтении утренних, вечерних молитв, постоянство в посещении богослужений, и при этом не угаснуть духом, это очень непросто. Так вот, не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства вот как обольщение богатства, богатство является обольщением, заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Вообще, евангелист Матфей, вот если подходить с точки зрения такой науки, библистики, он систематизатор. Он собирал притчи Господа, как бы вот вместе их собирал. Трудно сказать, вот говорил ли Господь эти притчи именно как вот одну проповедь, выкладывая, да, вот сразу все вот эти притчи, одну за другой. Или же он произносил их в разное время, перед разной аудиторией, а Матфею он их уже соединил. Есть, конечно, в науке такие вопросы, но так или иначе мы здесь читаем, как они одна за другой идут. «Другую притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». То есть, вот противостояние, понимаете, все хотят вроде бы, чтобы было только добро, но мир, в который вошел грех, он уже поляризован, то есть, есть полис вот добра, служения Богу, но есть, к сожалению, и полис зла, отпадения от Бога, и, соответственно, есть соблазн, есть искушение. И поэтому мы читаем, значит, да, между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твое? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое дожатвы». Ну, я вот тут сразу немножко прервусь. Это ведь, понимаете, о церкви Христовой. И человек, который сеет добрые семьи, это сам Господь, он призывает людей, ну, всегда действительно, когда человек идет в церковь, обратился ко Христу, у него в душе такая любовь загорается. Говорят, что это вот период неофитства, но на самом деле это период очень дорогой, потому что чувства, они очень такие яркие, новые еще чувства. И человек готов всем прощать, всех любить, молиться за всех годов. И вот хорошо бы это сохранить. Ему хочется, чтобы тоже все было доброе, чистое, святое. И вдруг он встречает, что где-то грубость, а где-то мы видим, что появляются лжеучители и вообще еретики, которые соблазняют людей, сектанты. Иногда бывают лженаставники, лжестарцы, то есть плевелы. А кто-то же поначалу воспринимает их как тоже, как служителей Христовых. И казалось бы, надо все это искоренить. А Господь говорит, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. А это почему так? Мы говорим искоренить, а искоренить каким образом? Полицейским путем? А собственно говоря, кого? Ведь когда начинаются репрессии, то часто под удар попадают невинные. И вот нам показалось, что тот человек чего-то неправильно делает. Но ведь и про многих святых тоже говорили, что и думали, что они неправильные. Кто-то укорял святого Иоанна Кронштадтского, а кто-то преподобного Симеона Нового Богослова, кстати, тоже попрекали, говорили, что он там вот в прелести говорит о видении света, а он величайший святой. Кто-то не мог понять блаженную Матрону московскую. И вот если ходить выдергивать такими полицейскими методами плевелы, то неизбежно вместе с плевелами под удар попадет и пшеница. Но для нас, для верующих людей, эти методы они неприемлемы. Поэтому Господь говорит, что оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. То есть хотим мы того или нет, но до скончания века в церкви будут представители самых разных так сказать категорий. Будут святые, будут те, которые тянутся к святости, будут те, которые окормляются у святых, потом будут те, которые слушали учеников святых, но будут также и лжеучителя, лжепророки, к сожалению, они будут руководимы дьяволом, вторгаться, и какими-то физическими мерами невозможно все это прорядить, потому что не получается, дьявол все время будет кого-то еще внедрять, так сказать, или точнее сам будет внедряться в сознание некоторых верующих людей, делая их своими адептами, а люди из-за гордыни, из-за того, что не имели духовного трезвения, подпадают под это влияние. И уже на страшном суде станет ясно, кто были все-таки вот эта житница Божия, чистая пшеница, а кто оказались плевелами. Это, конечно, жестоко очень, но, к великому сожалению, страшный суд, он именно так и будет совершаться. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле свое, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». На самом деле, действительно, горчичное зерно, оно очень-очень мелкое, там, что-то миллиметр, что ли, какой-то, или даже меньше в диаметре. Настолько мелкое, кажется, ну, чего там это непонятное какое-то зернышко, а вырастает, ну, не то, чтобы прямо в нашей русской традиции какое-то большое дерево, но если брать категории природы, флоры, святой земли, государство Израиль, то, в общем, да, оно достаточно большим вырастает по тем меркам, и птицы действительно могут садиться на ветвях вот этого горчичного растения. А это ведь притча о церкви Христовой. Оно настолько казалось мизерным вначале, ну, чего там, какие-то ничего не значащие собой рыбаки, а чего они вообще могут? Они вообще ничего собой не представляют и пошли с проповедью там, где все против них. Иудеи против них, римский государственный аппарат против них, античная культура против них. Ну, почему? Потому что христианство, оно никак не согласовывалось с античной культурой. У тех философия, значит, языческие боги, представления вот эти все Гомер, Гесеод, и сами философы выступали как чтители языческих богов. А тут вдруг какая-то новая культура зарождается. И даже народ языческий, который погряз в суевериях, он тоже не понимал. Да они просто растопчут это зернышко горчичное и все. И вдруг неожиданным образом оно возрастает все больше, больше, больше и вдруг становится таким деревом, что птицы небесные укрываются в ветвях его. Ну, птицы небесные это образ ангелов, ангелов, пребывающих в церкви Христовой. И церковь уже в первые три столетия в условии жесточайшей гонения настолько возрастает и столько святых стало уже в первые века, что это действительно какие-то ангелы, живущие на земле. Вот что такое церковь, потому что она движима и действуема духом святым. Иную притчу сказал он им царство небесное подобно закваске, которую женщина взяв положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Ну, разные толкования, но можно сказать так, что вот эта закваска это тоже евангельское слово, слово Христово. И это благодать Божия, которая принимается уверовавшим человеком. А человек это дух, душа и тело. и когда он принимает слово Христово, благодать Божия, то он сам не замечает, как все преображается в его жизни. И он даже, может быть, за собой не видит этого преуспения, потому что он всегда видит какие-то недостатки. Вот он и здесь погрешил, и здесь, и тут он плохо подумал, да, здесь вот превознесет, позавидовал, осудил, кается, исповедуется, и не замечает, как потихоньку благодать Божия, вот как она заквашивает три эти меры муки, а мера это вообще большая, там большой очень объем, постепенно заквашивает, вот так благодать Божия постепенно преображает и дух, и душу, и тело человеческое. Ну, дух это высшая сфера человеческой души, где совесть пребывает от человека, и обращенность человека вообще к высшему, к божественному началу, и совесть такого человека становится более чуткой, чистой, душа это сфера разума, эстетических его стремлений, поиск подлинной красоты, и это тоже преображается уже в христианстве, ну, и телесная сфера, я думаю, тем более, понятно, на этом особенно притыкаются люди, но это и преображается благодатью Божией. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется речено через пророка, который говорит, отверзу в притчах устамые, из реку сокровенные от создания мира. Ну, представьте, если бы без притчи вот сейчас Господь бы начал говорить, что вот там вот есть дух, душа, тело, они бы от этой философии просто бы вот попадали, а он дает им три меры муки, да, закваски, она все заквасит, и потом уже святые толкователи, они это объясняют, и люди уже на протяжении всей истории живут этими притчами, и пониманием этих притч, так же, как с теми плевелами, да, и пшеницей. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». И вот Господь сейчас тоже предлагает объяснение. Он же сказал им в ответ, «Сеющие доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого». Ну, еретики, лжеучители и прочие злодеи. «Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие». Да, то есть вот ответ на вопрос, когда же закончатся соблазны? Когда же? То есть люди больше всего страдают из-за соблазнов. Многие не научились бы греху, если бы кто-то не подсказал, если бы кто-то все это не внедрил в интернет или в какие-то книги, или словесно бы не научил. А когда они закончатся? При кончине века, тогда пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства все соблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов, тогда праведники высияют как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. И бывает такое либеральное представление, что ну ада никакого нет, вот Господь всех любит, всех простит, так Господь и так всех прощает, он ни на кого не держит зла, это вот мы копим на кого-то злобу, обижаемся, потом говорим вот нет, не прощу, ну ладно, так и быть, прощу, а у Бога у него нет такого тяжелого, как бы гнетущего отношения к человеку, он-то свое прощение как раз всем изливает, но не все могут принять, и люди сами закрываются в себе от Божьего прощения, в своей злобе, гордыне, прочих страстях, и представьте, что вот такой злобный, если его в рай поместить, что он-то будет, сказано, из царства его будут взят все соблазны и делающие беззаконие, и будут вергнуты в печь огненную, там плачет скрежет зубов, а представьте, если их поместить, вот как преподобный Силуан Афонский, он говорил, ну писал в своих дневниковых записях, что если гордого человека поместить в рай, то он и там не будет доволен и скажет, почему я не на первом месте, понимаете, то есть он и там будет недоволен, скажет, а он тот, почему там большей славой Божией наделен, а вот тот, а я вообще хочу быть один, да, а все пусть служат мне, и гордому везде все будет не так, он мучается от своей гордыни, вот почему плач и скрежет зубов в аду, человека мучают его собственные страсти нескорененные, завидуешь, это тебя и мучает, и угнетает, осуждаешь других, поэтому нет покоя мира на душе, и так с каждой греховной страстью, и, ну не могут они быть, поэтому ангелы соберут их и вергнут в печь огненную, тогда праведники высияют, как солнце в царстве отца их, это речь о том, что, да, вот на земле мы живем и много мучаемся и страдаем, но самое главное, чтобы все-таки мы очищали свое сердце, и чистое сердце, оно как чистое зеркало, которое отражает в себе солнце, когда уйдет вот это время соблазнов, бед, искушений, то там люди верные Господа просияют, просияют, как солнце, как вот эти зеркала, отражающие в себе солнце. Еще подобно Царству Небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Это притча о людях, которые сами того не зная, сами, ну заранее никак вот не предполагая, обрели вдруг в Церкви Христовой бесценное для себя сокровище. Просто вот зашли, да, и вдруг благодать Божия их так вот осенила, что они поняли, что остаются здесь навсегда. Вот помню, как мы пошли креститься, вот мне было 13 лет, и старшая двоюродная сестра, потом ее муж, еще старшая моя сестра, пришли, вот мы вчетверо, и нам же никто ничего не говорил о том, что есть Бог или нет. Когда даже до крещения обычно, когда спрашивали, вот есть Бог или нет, я говорю, да нет Бога, мы же нигде его не видим, не слышим, то есть никак он себя не проявляет в нашей жизни. А тут вдруг решили пойти, просто вот ради какого-то ритуала, может быть, но это был еще год крещения Руси, мне было 13 лет, и выходит, значит, вот батюшка, который очень невнятно произносит молитвы, но при этом на душе вдруг родилась удивительная радость. Такая радость и чистота засияла в душе, и свобода, освобождение, как будто вынули из тебя всю грязь, выбросили наружу, и вот что-то очень чистое, светлое в твое сердце поселили. И такая вот любовь открылась, что я стоял, улыбался, еще батюшка говорил, советую относиться к таинству серьезно, но он не понимал, что у меня как раз радость появилась, и с этой радостью я как раз вот улыбался. Получается так, что не искал вроде бы и не знал, что здесь будет сокровище, но неожиданно обрел, и вот ради этого сокровища действительно можно от всего отказаться, чтобы приобрести вот это поле, сказанное в притче, и ради него уже отказаться от всего другого. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Эта притча кажется немножко похожа на предыдущую, но на самом деле нет. Если в предыдущем случае там человек, он не знал, что он найдет на поле сокровища, то здесь наоборот. Здесь некий купец, который специально вот исследует разные жемчужины, они же отличаются друг от друга размером, драгоценностью, они стоят по-разному, и он ищет лучшие жемчужины, и тут вот образ и пример отца Серафима Роуза, который в поисках истины специально искал, где же эта драгоценная жемчужина, изучал, ну и философию, значит, и философию Ницше, думал, что, может быть, в этом материализме есть какой-то смысл, оказывается, нет, потом он всякую мистику изучал, там, буддизм, дзен-буддизм изучал, потом думал, может быть, в индуизме есть, в общем, разная мистика, разные философские течения, а потом однажды зашел в храм и обрел эту жемчужину, но он именно искал, именно искал лучшую жемчужину, и он ее обрел, то есть, вот эта притча, она именно о таких, как отец Серафим Роуз, еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошие собрали в сосуды, а худой выбросили вон, и это опять-таки про нашу реальную бытовую жизнь, про нашу реальную жизнь церковных людей, то есть, невод, он всех пытается привлечь, и в храм приходят люди, некоторые хотят работать над собой, а некоторые не хотят, кто-то искореняет себе злые страсти, а кто-то нет, и поэтому, значит, и доброе, и худое, все здесь вместе, и вот дальше в этой притче читаем, так будет при кончине века, изыдут ангелы, и отделят злых, и среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач, и скрежет зубов, и спросил их Иисус, поняли ли вы все это, они говорят ему, так, Господи, ну, ученики, может быть, и не все поняли, но, по крайней мере, они хотели понять, и готовы были откликнуться, поэтому Спаситель их одобряет, он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит и сокровищницы своей, новое, и старое, тем самым, как бы, Господь одобряет христианскую книжность и христианскую ученость, ведь притча, она предполагает некую смекалку, развитие нашего ума и проникновение вот в смыслы духовные, и, соответственно, должны появляться христианские книжники, наученные Царству Небесному, и они подобны Хозяину, который выносит и сокровищница своей, новое, и старое, это образ Ветхого и Нового Завета, ибо Священное Писание Библии состоит у нас из Ветхого и Нового Завета, и мы цитируем, когда нужно Новый Завет, когда нужно Ветхий. Вот такова христианская книжность, христианская ученость. И когда окончил Иисус Притчиси, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, город Назарет, значит, вот он учит их в синагоге их, так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы, не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Оси, и Симон, и Иуда, вот, упоминается их имена, они все сыновья Иосифа. По социальному положению Иосиф признавался как бы отец, но мы по ясному свидетельству Евангелия мы видим, что он не был, ну, можно сказать, он был приемный отец, да, или хранитель девства, пресно-девства Божьей Матери. «И сестры его не все ли между нами?» Были и сестры у сыновей Иосифа. «Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем, ну, понимаете, ведь Господь не приступал к общественному служению, находясь в Назарете. Он вышел уже будучи 30 лет, зрелого возраста, когда полагалось проповедовать, а до этого он держался в тени, и он проходил все возрасты человеческой жизни, младенчества, отрочества, подростковый возраст, юношество, молодость, зрелость. И вот в первых периодах жизни, конечно же, он, ведь он же воспринял реальное человеческое естество, то это естество человеческое в нем проявляло свои немощи, так же, как проявляет у каждого младенца, отрока. Поэтому ясно, что он не мог демонстрировать ту мудрость, которую положено было ему демонстрировать уже в зрелом возрасте. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. То есть каждый пророк, он все-таки будет кем-то принят, но на родине пророку быть принятым очень и очень тяжело. И не совершил там многих чудес по неверию их. Вот так заканчивается 13 глава. Неверие закрывает от нас чудеса Божьи, соответственно, вера во Христа, она открывает нам двери к всемогущей Божественной силе, а Божественная сила вершит чудеса. Братья и сестры, на этом мы заканчиваем и с Божьей помощью в следующий раз продолжим чтение Евангелия от Матфея. Храни вас Господь, всего вам доброго.